Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! С вами Спорт 1. Голос Гран-при 2. Считанные секунды, мгновения остаются до старта прогревочного круга на Сильверстоуне. Прогревочный круг перед первой гонкой уикенда, длинной гонкой, максимум час. Но я думаю, что они свои 29 кругов могут преодолеть даже быстрее. Уж больно быстрая, больно интересная трасса. Только-только у нас отгремела квалификация Формулы-1, но все зрители остались на трибунах, потому что, в отличие от F1, у нас здесь действительно боевая гонка. И, в общем, очень интересная она обещает быть, потому что у нас очень сильная вся первая десятка будет бороться. Слабых здесь практически не бывает в этом сезоне. Здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть. И очень приятно, что в этой борьбе регулярно принимают участие пилоты команды «Русское время». Вот и на этот раз Сэмберт уступил лишь одному единственному пилоту второй раз в сезоне после «Барселоны» на пол-позишн. Швед Маркус Эриксон из Адамса. Но Сэмберт на своем домашнем автодроме на первом ряду стартового поля. Второй ряд стартового поля. И два человека, которые у нас самые стабильные по ходу сезона, они набирают очки в каждой гонке. И здесь поборются Филипп и Насар вместе с Стефаном Калити, лидер чемпионата, на четвертом месте стартует. Причем Насар, если мы помним, как раз в Монако вышел на второе место в чемпионате. Так что это фактически два лидера чемпионата. Больше того, Насар опять третий, хочется сказать. И он сам это сказал на пресс-конференции. Он регулярно на третьем месте. Ну а следом за ними Стефан Рикельми, Монегаский, сдам сопартнер Маркуса Эриксона и Фабио Ляймер. Один из самых быстрых, но в последних европейских паре гонок и самых невезущих тоже пилотов. И еще два быстрых пилота. Рио Хорианто вместе с Мичем Эвансом будет здесь стартовать. Мичем Эванса из команды МВР, Дэн, которая, собственно, здесь, расскажем, Марком Уэвером отметилась уже по ходу этого уикенда. Это да. Ну и следом за ним второй пилот русского времени Том Дельман. Ну а опережает он Джеймса Каллада, еще один британец, камера и на его машине, как вот сейчас вы видите на машине Эдриана Клейфа Хоббса. Каллада в британском комбинезоне, в британском шлеме, но чуть-чуть позади француза Дельмана, а в машине русской команды. Зато опережает Хульяна Ляля, шестой ряд стартового поля. Вместе с Фабрицио Кристани он будет стартовать новичок у нас Пелетона в команде Венесуэла Лазарус. Еще об этом поговорим. Новичок этого сезона, в общем, 25, он все время вместо между Гран-при 2 и Автогран-при, я бы сказал так, туда-сюда, ходит без особых, к сожалению, успехов ни там, ни там. Молодого Кевина Джавези заменил. А вот следом за ними Натана Эльбертон и Серхио Канамасас, который попробовал настоящий кейтером Формулы-1 напрямую. Кевин Чекон и Робин Фрянц. Вот здесь восьмой ряд стартового поля лишь для Фрянца, который претендовал, я думаю, на пол-позишн и сам об этом сказал, что, в общем, не повезло ему немножко, что не смог он первые ряды занять. Посмотрим, как он будет прорываться здесь. Да, на свободных заездах он был вторым, уступив Лишляймеру, а там попал на двух своих руках в трафик на третьем секторе каждый раз. Затем пошел дождь, в итоге лишь 16-й. Следом за ними его партнер по Хильмеру Джон Ланкастер и Джонни Чекотто, дисквалифицированный на последней гонке, мы помним, в Монако. Александр Росси лишь здесь, американец, молодой пилот Кейт Эрэма вместе с англичанином Джонатом Палмером, для которого это тоже домашний гран-при и лишь 20-е место. Следом за ними на 11-м ряду стартового поля Симон Трюмер, партнерка лети по Аропаксу и Рене Биндер из Венесуэлы, который вот так разом своему новому партнеру Фабрицио Кристани уступил огромное количество позиций. Лишь здесь вторая барва, и Джейк Розенцвейк будет делить 12-й ряд вместе с еще одним англичанином Эдриан Куэй Холмсом. Ну и наконец на последнем ряду валит АРТ Даниэля Апта и другой Даниэль Голландец, Де Йонг. Очень хорошие свободные заезды, но полностью проваленная квалификация. Гаснут огни, 29 кругов впереди, и кто-то заглох, к сожалению, но к счастью, по крайней мере, все смогли не врезаться в него. А впереди Сэмберт упустил, по крайней мере, одну позицию. Наср очень быстро, Наср сейчас пробует атаковать, не сдается Эриксон на этот раз и выдавливает просто Наср, уходит и сам. Там, правда, Калити проехал, и Рикельми пробовал тоже проехать Сэма Берда. Ух, четверо в ряд сейчас выходят. Очень здорово, очень хороший выход сейчас был из Эйнтри. И вот прямая Веллингтон, прямая Веллингтон позади, там Ляймер пробовал атаковать, а впереди все-таки Сэмберт, похоже, захватил лидерство. Да, и Сэмберт врывается в комплекс на первом месте Брукланд, который переходит в Алафелд. Смотрите, как здорово, сначала он пустил своих соперников, потом они заборолись, и вплоть до контакта. И в итоге все-таки он впереди и избежал вот этой толчки. Очень красивый был момент, когда они выходили из медленного лупа вчетвером практически бок о бок. Пробуют перед скоростным копсом что-то сделать, а Калити не проходит, пока этот маневр Наср было лидировал. Но затем вместе с Эриксоном не захотели они уступать друг другу, и оба откатились достаточно далеко уже позади в классификации. Наср сейчас третий, а Эриксон... Нет, Эриксон на втором месте нам показывает компьютер, но визуально... Визуально... А, да-да-да, Эриксон действительно на втором месте. Я думал, Рикельми. Нет, Рикельми. В какой-то момент вышел вперед, едва не было здесь сейчас столкновение. Очень опасно Фабрицио Кристани, новичок, который, по-моему, тоже потерял позиции на 15-м месте. Нет, не так и много, на самом деле. Он достаточно хорошо просто смог квалифицироваться сразу же, он был в 12-м. Но он и в прошлом году, собственно, выступал здесь. Не все гонки, но за эту же команду. Так что опытный молодой человек, как вы правильно сказали, Алексей. Здесь по шлему можно определить, по специальному шлему к этому гран-при, собственно. Калада, который атакует, выходит из последнего поворота здесь, но Калада, который на седьмой позиции. Если не брать лидирующего Берда, то это хорошо для англичан, потому что в квалификации для двух остальных был провал. Правда, Палмер у нас нас приучил к красивым прорывам позади Фрянц, пробует бороться. Ох, бок о бок здесь и проходит команда, болит команда Трайдент. На тоннель Бертон это был, тоже жесткий, неуступчивый боец, но Робин Фрянц – это пилот другого уровня и другого замеса, если хотите. Палмер там борется, здесь Бертон тоже, и борьба с собственным партнером по команде Кевин Чекон пробует его атаковать. А там и Палмер с Фрянцем, Фрянц прошел, потерял скорость, и Джонатал Палмер сразу же пытался что-то сделать с голландцем. Палмера родные стены подгоняют в данной ситуации вперед, естественно. Атака на Орден. У нас желтые флаги почему-то, может быть. Чекотто сдерживает атаки, Чекотто любит сдерживать атаки. Том Дельман сейчас пробует поддержать порыв своего партнера по русскому времени. Это за девятое место борьба. Внутри очковой зоны. Напоминаю, что первая восьмерка будет перевернута к старту завтрашней гонки. Но очки получит первая десятка. Плюс еще два за лучший круг. Но если ты финишировал как раз в этой самой первой десятке, сначала туда нужно пробиться. Дельман уже там, но следом за ним тоже достаточно много претендентов во главе с Хорианта. Там Илья Альбертон, Фрянц, который уже прорвался на четырнадцатое место. Палмер и Чекон. Мы видели эту группу. Росси. Росси и Трюмер проехали Кристани. На самом деле Кристани теряет позиции. Хорошая квалификация, но плюс ему повезло, что как раз дождь пошел и не смогли улучшить его результаты. Но вот в гонке ему тяжело. Де Йонг, правда, вернулся в боксы. Два круга пройдены, после которых уже окно пидстопов открывается. Вот здесь повтор старта. И мы видели там заглохшего Канамасаса. Но, к счастью, все пилоты его объехали и сбежали столкновений. И вот здесь жесточайшая борьба. Если вы не смотрели квалификацию... Ох, здорово здесь. Действительно здорово. И смотрите. Как Бёрд вышел из этого поворота. Он был внутри, пока они боролись на внешний. Но я отмечу Калити, который мог легко устроить столкновение. Я уверен, что если бы на его месте было Чикотта, Канамасас, кто-то вот из этих ребят, не обошлось без столкновения. Вот смотрите, Калити. Он здесь впереди, да? И пока там Эриксон с Насром боролись, Сен-Герт этим воспользовался и, собственно, Калити тоже. Вот момент выхода. Еще раз глазами Сэма. Смотрите. Вот Степана, да? Он видит, что впереди него происходит вот эта борьба. Он уходит широко. Он понимает, у них был контакт, да? Вот здесь он вышел бы между двумя. Если бы он остался на газу, то неминуемо либо слева, либо справа он бы столкнулся. Но этого не произошло. Вот как Каллада маневрировал здесь мимо Леймера в том числе. Очень близко был Эрикель Ми тоже мы видим. Дим Саллада, который так и остался на седьмой позиции. А вот эта борьба позади. Чуть-чуть был контакт Туде Йонга. Вот почему он заехал в боксе. Он дождался второго круга, потому что открывается окно пидстопов. Мы говорили. То есть как? Здесь нет такого окна как такового, как в мировой серии, чтобы оно закрывалось. Но если ты провел после первого круга свой пидстоп, не дождался как бы второго проезда, то он не считается заобязательным. Поэтому надо будет еще раз заезжать. Поэтому вот Де Йонг, несмотря на поврежденное крыло, уже ждал конца второго круга, чтобы этот пидстоп считался совершенным. И кроме него мы видели тоже Кевин. Кевин Чикон, по-моему. Ну да, сейчас побывал в боксах. Нет, Симон Трюмер. Симон Трюмер, простите, это была, да, вторая машина. Рапакс! Опасно! Опасная борьба! Палмер там с Лиалем борется и прошел. И вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, Кевин Чикон, недавно побывавший в боксах, то ли на холодной резине его развернуло, то ли механические проблемы. И поэтому он заезжал в бокс. И тоже это было чуть-чуть вынужденное, а не стратегическое решение. Ух ты! И здесь Александр Росси разворачивает. Это Чикон как раз, да. И вот, собственно, результат. Не прогретая резина, а американец, который шел позади. Ну, в общем, в Лимане он выступал в предыдущие выходные. На прототипе Олимпи-2 ехал. Если вы не слышали вот эту историю неприятную, так что у нас был Эриксон и Нассер, да, за то, что был выдавлен другой пилот вне трассы. Но там дважды это произошло. Сначала один, а потом другой, вплоть до столкновения. Там можно сказать, что Нассер уже как бы контратаковал, да. Эриксон, вот, в итоге он не заглох, как в Барселоне. Но все равно свой пол пока, пока, по крайней мере, в лидерство притворить не смог. Если сейчас еще и он, допустим, получит наказание, то мы видим, что для Дамса, в отличие от другой серии, от мировой серии Рено 3.5, где как раз Магнусен упустил лидерство относительно Ван Дорна, но тем не менее идет очень уверенно. Здесь Эриксон, как мы говорили, пока единственные его 8 очков. Это, собственно говоря, два раза по 4 за пол-позишн. Даже не самый быстрый Стефан Рикельми набирает очков больше и увереннее. Начали вы про Лиман, Алексей, рассказать. Да, про Александра Росси, что он выступал в той же категории, в которой на подиум приехал Роман Русинов с этим прототипом Дельта АДР, командой G-Drive. И очень радовались мы, что позади двух олков. Пусть не выиграли они категорию, в какой-то момент лидировали, но, по крайней мере, это самый настоящий подиум, девятое место в Абсолюте. А в категории, где они приехали третьими, там больше 20 машин. И вот сейчас атака. Атака, которая проходит, обратите внимание, Джеймс Каллада. Джеймс Каллада, который справился с Фабио Леймером. Прорывается он вперед, с десятым он стартовал. Леймер пробует контратаковать. Смотрите, Де Йонг еще и скорость на петле не умудрился превысить. Так что по этому поводу будет расследование. Леймер по внешней коупс. Каллада здесь сохраняет линию. Леймер выйдет быстрее. И мы можем увидеть что-то в Мэггатсбекетсе. Со времен Льюиса Хэмилтона мы не видели там красивой вот такой борьбы. Нет, пока этот момент не проходит. И Том Дельман очень близко. Но следом за Дельманом кто на десятом месте? Фряньц. Фряньц, который прорывается и продолжает уничтожать буквально одного за другим своих конкурентов. А эта борьба уже впереди. Рикельми, словно раздосадованный тем, что я сказал про первого и второго пилота в команде Дамс, пытается доказать, что это не так. И столь стабильный Наср. Столь стабильный Наср сейчас под огнем атак со стороны Манагаска. Спросили его на пресс-конференции, когда же уже придет победа. Он сказал, что да, скорость у нас есть. И в общем стабильность у меня тоже есть. Но нету удачи. И в общем вот эти слагаемые для победы стратегия правильной удачи плюс скорость. Когда мы все это соберем, в конце концов тогда и будет победа. Хотя он уже к этому готов и борется. И мы видели, как жестко борется на первых же метрах дистанции. Здесь нам показывают всего четыре десятые между Калити и Эриксоном. Это как раз зона подиума у нас. Второе, третье место. Меня радует, что четыре с половиной секунды между Бёрдом и Калити. А с другой стороны, Сэм Бёрд. Я вам напомню по ходу этого сезона победителей. Ляймер и Калити были в Малайзии впереди. Ляймер и Бёрд в Бахрейне. Фрянц и Калити в Барселоне. И Бёрд и Калити в Монако. Таким образом, мы видим, что пока у нас человек, который выигрывал трижды, это как раз лидер чемпионата. Монегас. Но есть человек, который выигрывал дважды. И который в настоящий момент лидирует. Мы не будем забегать вперед. Потому что пять кругов из двадцати девяти. Это немного. И в конце концов, если не брать вот сейчас Де Йонга и Трюмер, у которых это был вынужденный момент, никто не спешит на пит-лейн, чтобы начать вот эту обязательную волну пит-стопов. Но волна. Мы можем и не увидеть волны как таковой. Мы можем увидеть как раз очень разные. Мы помним в мировой серии, там было с пятого по восемнадцатый круг вот на Москву. Рейсуэй. Стоило это сказать. Стефан О'Калетти первым из лидеров. Первым из серьезных бойцов. И следом за ним Наср, я смотрю. И следом за ним кто-то из арта. Халада, скорее всего. Халада, потому что у Апт, во-первых, он гораздо дальше в пелетоне. А во-вторых, у него немного желтого цвета в оформлении. И так между Россией и Чиконом тоже будет. И тоже спровоцировал столкновение. Именно с такой формулировкой. Собственно, там практически картинговый провоз был со стороны американца. Значит, по Де Йонгу, по крайней мере, на Казани уже есть. Это 10 секунд стоп энд гоу. Даже не просто остановка, а остановка, давно забытая, вот именно, 10 секунд. Не проезд драйв-тру, да, не стоп энд гоу, а 10 секунд стоп энд гоу. Так что это практически одно из самых жестких наказаний за скорость на петлейне. Ну, вот решили... В случае он очень далеко сейчас идет, на 23-м месте Даниэль Де Йонг. Значит, Калетти Наср Калада. Это пилоты, которые остановились. Мы видели после шестого круга. И кроме того, Бертон, Росси и Розенцвейк. Это вторая часть пилотона. Но Росси там может получить штраф. У нас был, кстати, лучший круг от Сэма Берда. Одна сорок четыре, семьсот семьдесят пять тысячных. Посмотрим, сколько он будет оставаться на трассе. Невыигрышный ли, кажется, тактика более раннего пидстопа? Ох, Канамасас. Канамасас, это всегда замирающее сердце. Тем более, вместе с Каладой, который здесь на родине рвется вперед. Мы помним, как Канамасас у себя на родине в Барселоне рвался вперед. Мы помним, как он был безжалостно выбит дважды с трассы. Но мы помним, как и до этого, во время Бахрейнского и Малайского этапов, он сам уже выступал, в общем, в роли обидчика. Поэтому здесь Канамасас, еще раз повторимся, Кейтер Эм доверил ему свою машину на аэродинамических прямых. Еще и пилот. А вот сейчас Сэм Бёрд, пилот русского времени на пидтлейне после седьмого круга. И следом за ним Эриксон. Эриксон, который шел на втором месте. И мы видим оранжевые ободки сейчас. На более жесткий тип резины. Предпочитают сохранить медиум для завтрашней гонки. На этот раз решили не ставить все только на субботу в русском времени. Но и попробовать в воскресенье все-таки что-то выжать. Зато регулярно у них... Увы, сейчас близко было от соперника. Которому еще в свою очередь предстоит ехать в боксы. Я надеюсь, я надеюсь, что это не Калити на самом деле. Калити, который побывал до этого на пидтлейне. И вы знаете, у меня есть страшное подозрение, что это он. У нас проезд... Нет, это не он. Это не он, потому что он с Эриксоном. А вот Эриксон, кстати, да. Получает наказание Маркус Эриксон. За то, что он выдавливал. И сейчас он, я смотрю, собирается заняться тем же самым на торможении. Нет, благополучно. Благополучно Калити проходит вперед. Видимо, в этот момент еще и радио сработало. В связке Брукландца Лафилд как раз. Которые нам пока так и не выдают, хотя обещали. Ну что ж, визуально даже Калити начал отрываться сейчас от Маркуса Эриксона. К моменту Коупса между ними уже в районе 5-6 корпусов машины. И вот с таким преимуществом он будет нырять во скоростную связку Мэггетс Бекетс. Так что Калити прорывается вперед. Бёрд все-таки сохранил виртуальное лидерство. Вместе с ним Эриксон остановился на седьмом круге. Фрянц тоже побывал на этом же круге на Питлейне. Апт тоже, кстати. Рубин Фрянц, который мы еще раз напомним, собственно, за рулем Заубера окажется на тестах молодежи. Так что его скорость все-таки отмечена была командами Формулы-1, чего ждали. Потому что многие говорят уже, что он заслуживает место боевого пилота в F1. А до сих пор его Заубера, он только числился у них третьим пилотом. Но мы знаем, что это практически номинальная, в общем, должность сейчас в отсутствии теста. Палмер, ух, как широко. Смотрите, это послепрямой Веллингтон. Как раз Брукландс на торможении перед Лафелдом. Он буквально пробил себе калитку, прорубил. Это был Хориэнто. Хориэнто пробил так. Калладо, похоже, с Фрянцем. Оба на жесткой резине на оранжевых ободках. Да, и Фрянц не сдается. Бок о бок. Смотрите, Джеймс Калладо сегодня в ударе. Один из лучших по прошлому году, но, мягко говоря, проваливший начало этого сезона. Вообще, Фрянц здесь такое ощущение, что тоже не оставил ему места. Фрянц привык жестко ездить. Я думаю, Жюльбенки помнит об этом по прошлому году. Лучший круг от Александра Роси. Одна 44,138 тысячных. Что касается Фрянца, как бы не было тоже наказания. Потому что, раз наказали собственная Эриксона с такой же формулировкой, да, то, в общем... Рене Биндер, вы знаете, у нас остановился после восьмого круга дистанции. Леймер и Хориэнто тоже. И второй раз остановился. Но это, чтобы отбывать наказание Эриксона. Соответственно, вот опять он откатывается. Кто у нас впереди? У нас впереди машина Дамса. Вот эта машина не под первым, а под вторым номером. Это Стефан Рикельми и действующий чемпион Гран-при 3. Подопечный Марка Уэбера. Митч Эванс. Следом за ним полсекунды всего. На втором месте чуть-чуть подотстал еще один болитер русского времени Том Дельман. А, следом за ними шел Палмер. Но Палмер выбирает вот этот девятый круг, чтобы в свою очередь остановиться в боксах. И до этого, кстати, у нас первая девятка, которая не бывала в боксах. Следом за ними сразу шел Сэм Бёрд. И он первый из тех, кто останавливался после того, как вот эта первая девятка сменится. Собственно, будем надеяться, что он останется лидером. Лучший круг от Калити. Его преследователи 1,44, 28 тысячных. Бёрд Калити это было 5,6 секунды. То есть чуть-чуть подсократился. Вот сейчас Стефана он достаточно далеко. Но кто знает, он, посмотрите, на медиуме. Он выбрал другую стратегию относительно Сэма. И Сэму на более жестком типе сейчас все-таки практически две трети дистанции. Предстоит ехать еще 20 кругов до финиша. Поэтому, вы знаете, да, виртуальное лидерство у него есть. Но все зависит от того, насколько быстро будут идти реки Льмиев и компания. 1,46,2 у них. А у Бёрда 45,0. Так что здесь все в порядке. Он продолжает, в принципе, создавать разрыв. Позади него 44 ровно у Калити. Вот повтор вот этого маневра Каллада. Сначала с Барва Адахс у него была здесь борьба. Как раз с Хориэнто. Рисунг предположить, что должны показать еще его маневр с Френтин. Нет, похоже, что не дают нам повтор, потому что вот здесь тоже зреет борьба. Дейон, кстати, свой штраф тоже отбыл. Как и отбыл свой штраф Эриксон. И у нас еще одна была борьба. Мы помним, вполне возможно, Росси тоже получит какой-то штраф. Потому что по нему, по тому развороту, который он отправил соперника, тоже было расследование. Сэм попадает в трафик. Это плохо для него. Он как раз догоняет Кристани, собственно говоря, который замыкает группу вот тех, кто еще не останавливался в боксах. В этой группе уже на двоих меньше. Это Леаль. Только сейчас вот он заехал в боксы. Он не стал дожидаться, пока Ланкастер будет в боевых условиях его атаковать. И свернул на питлейн. Ланкастер, который сейчас невообразимо доедал высоко на четвертом месте. Но опять же мы ждем, собственно, питстопа. Мы помним, была одна гонка, кстати, где он поддерживал Фрейнца. Он за подиум боролся. Так что, в общем, в одной какой-то отдельно взятой гонке. Плюс, не будем забывать, что он не начинал сезон в этой команде. И Фрейнц тоже ведь не начинал сезон в этой команде. Получается, что они оба на ходу уже вспрыгнули на подмашку Хильмера. И вот будем надеяться, что эти пилоты задержатся. Не знаю, как с бюджетом у Ланкастера. Но вот у Фрейнца явно то, что вы говорили, не очень хорошо. И вот здесь вот в среду буквально он сообщил через твиттер, что он все-таки поедет по ходу этого этапа. Но опять-таки, вот уже через неделю неизвестно, будет ли он на старте Нюрбург-Кринга в Германии. Здесь показывают нам глазами, собственно, Сэм и Бёрд. У нас четверо англичан, и на всех четырех стоит камера. Мы можем наблюдать, как Кристане две десятых, в общем, всего между ними, и не пускают. Нет, вот здесь пустил все. Хорошо, значит, теперь впереди Бёрда окажется Квейв Хоббс. Все отлегло от сердца, но вы понимаете, он теряет время. Вот в таком трафике он сейчас теряет время. У Бёрда вот этот последний круг 45,8. Ну, у Рикельми, у лидера 45,5. Так что здесь он ничего не обыгрывает. А вот Калити... А, 45,7, кстати. Так что все нормально. Так что относительно Калити тоже. Да, 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 да. Калити тоже в трафике, надо это понимать, что там... Хотя... Вы знаете, нет, там особого трафика-то быть не может. Там только Кристане, которого только что обогнал Бёрд, но его еще Стефана не догнал. Все остальные, вот они перед Сэмом сейчас. Замыкает эту группу Квейв Хоббс, который сражается с Чикотто. А перед ними был Ланкастер, и Ланкастер сворачивает боксы. Ланкастер сворачивает боксы сейчас, после 11-го круга дистанции. Интересно будет сравнить, потому что два пилота русского времени у нас идут, получается, на разную тактику. Тон Дельман сейчас на третьем месте, он еще не останавливался. У нас Канамасас сейчас останавливается в боксах, и что-то там было очень длинное, долгое спидстопом, непонятное, потому что он на самом последнем 25-м месте. Напомню, что Чикон сразу же сошел, так что у нас по большому счету 25 машин продолжали бороться. И вот Серхио Канамасас откатывается на самую последнюю позицию в круге позади. Кроме него круг проигрывает только Трюмер и Де Йонг, у которых возникли, мы помним, поначалу проблемы, а Де Йонг еще и отбывал вот этот невиданный штраф аж в 10 секунд, который нужно было находиться стационарно перед своими механиками. Кельми Бёрд, сравнение на 21 секунда и 173 тысячная. Увеличилось, кстати, это время, потому что до этого сравнение было 19 секунд. Не зря нас так ведут, потому что, собственно, вся группа, которая перед Бёрдом, собственно, не побывала на пидстопе. У Сэма 47 был этот круг, а в этой группе, кстати, Чикоттов тоже 47,4 даже. Ну, они в борьбе, они в борьбе с Копсом. И плюс у них уже более-менее изношена резина, все-таки 11 кругов. Они прошли после старта, и Сэм действительно, ему деваться-то некуда здесь, потому что это не борьба круговых, это надо понимать. Да, они еще не останавливались, но они борются за позицию, причем за позицию достаточно высокую. После пидстопа Ланкастера Чикотта сейчас на четвертое, я так место понимаю, переместился. А Квейв Копс на пятое. Так что, собственно говоря, они борются на грани подиума. Фактически другое дело, что это виртуальная вещь. И вот Калетти начал подъезжать, подъезжать к Кристане. Забавно, что никто из них в боксе и не планирует съезжать. Но я еще раз повторюсь, здесь нету круга закрытия окна пидстопов, как это может быть в мировой серии Рено. Во вторых гонках там обязательно пидстоп, а здесь в первых, наоборот, гонках уикенда. Поэтому... Вот как раз то, о чем вы говорили, Алексей, сравнение Берда и Калетти по кругам. И если на десятом круге, собственно, там отыгрался Берда одну и десятую, то потом превышение гигантское от Стефана относительно англичанина. Да, постепенно подъезжает. И вот атака Куэйф Хоббса. Но Чикота готова блокировать колеса. Так, после гонки между Росси и Чиконом будет расследование. Так что, может быть, будет наказание на следующую гонку, на завтра. Вполне возможно. Росси сейчас идет на семнадцатой позиции. Так что, в любом случае, пока на большие очки не претендует. Но, с другой стороны, если вот несколько человек впереди остановятся, если они выйдут позади него, если пара обгонов в конце, кто знает. Там уже Калетти пробует на круг пройти, мы видим. Здесь, поскольку Куэйф Хоббсу не получилось, то будет, в свою очередь, пробовать по внешней из Хоббса. Слишком широко вышел Калетти, был вынужден поднять ногу. За счет этого креста, они опять чуть-чуть оторвался. Ногу, на которой теперь написано, эта нога выиграла Монако. Да, татуировку сделал себе. Правда, ему спросили, а почему по-английски? Ну, Калетти ничего не ответил своим товарищам. Сэмберт написал, да, я тоже, наверное, так сделаю. Потому что он-то выигрывал даже дважды в двух разных категориях, мы говорили, в мировой серии «Рено». Три с половиной литра в болиде «СР», на котором сейчас Сергей Сироткин выступает. Ну, и в этом году уже в Гран-при 2. Здесь за русское время. Сэмберт продолжает терять время. Очень неудачно, что так вот сильно решили оттянуть именно эти два пилота. Чикотта и Квейвхопс очень неудачно, что они борются между собой. Темп у лидеров Рикельмеев, просто чтобы вы понимали, 45-0, 45-3, соответственно. А вот эта вся группа идет 47. Рикельмеев совершил свой пидстоп и выезжает, похоже, все-таки позади. Все-таки позади. Я не знаю, почему Дамс, кстати, не решил его задержать. Потому что по времени там, ну, откровенно, потери темпа не было. Квейвхопс едва не уперся в Чикотта. Сдерживает здесь, сдерживает обоих здесь Чикотта. Вот Рикельме, кстати, насколько Рикельмеев близко к лидти. Вот еще два-три круга в такой борьбе. И он бы выехал, да. Я не знаю, Дамс, опытнейшая команда. Команда, которая восьмой свой пол накануне взяла в истории Гран-при 2. Благодаря Маркусу Эриксону. Вот здесь почему они Рикельме все-таки решили зазвать. На мой взгляд, это в некотором роде ошибка все-таки. Смотрите, пробует там Сэм Бёрд хотя бы Квейвхопса пройти. На внешнюю, на внутреннюю, но пока не проходит этот маневр. Два британца на домашней трассе. У обоих есть бортовые камеры на машинах. Во внутренней Коупс. Здесь практически без подъема ноги, которая дважды выиграла Монако. И он выигрывает одну позицию. Проходит своего соотечественника Эдриана Квейвхопса. Теперь Калити предстоит попробовать сделать то же самое. Посмотрим, сколько у него это займет времени. Результат. Пять с лишним секунд было между Сэмом и Стефаном. И вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, результат. Мерит перед ними еще Чикотто. Ужасно неуступчивый. Чикотто на четвертой позиции. На третий, потому что Рикельмит у нас остановился в боксах. Получается, Эванс вышел в лидеры. Эванс лидирует. И смотрите, в лидеры... Квейвхопс сворачивает. Да, да, да. Чикотто, к сожалению, пока для нас остается на трассе. Не сворачивает. Да, кстати, это делает правильно. Потому что вот в этой ситуации, когда его уже догнали, он уже в борьбе. И начал терять еще больше времени, чем терял до этого. Раз уж не удалось пройти Чикотто. Да, надо свернуть сейчас. Попробовать что-то сделать. Но вот что касается Рикельми, я не понимаю. Вот с Эвансом сейчас его команда, опытнейший Арден, как раз, я думаю, будет тянуть до последнего. В надежде, что он потом за счет своего темпа... А темп у него хороший. 44,3. У Дельмана 45,4. Едва ли не быстрейший, кстати, сейчас на трассе Эванс. Нам показывают, как Калити Берда догонял. Но я думаю, что их обоих сейчас может Эванс и опередить. Его партнер сейчас работает на него. Он сдерживал Сэма Берда столько, сколько мог. Но в итоге все-таки не сдержал до конца. И в Брукланд сейчас на 15-м круге дистанции. Сэм Берд возвращается в тройку. Впереди него только Эванс и Дельман. Но впереди него в 27 секундах. Хух-хух-хух. Какая борьба. Хорианта и Фрианца вынуждает просто. И там Ланкастер разом пытался. Смотрите, один Хильмер, да, с Барвой. Другой тоже не прошел. Вот это, да. Палмер с Насром. Два борьба. Двух Карлина. Господи, с какой разницей в скорости они сейчас прошли от машины, которая справа от них находилась. На внутренней траектории между Вудкутом и Коупсом. Нас возвращают здесь к паре Берд и Калити. Но сначала, чтобы это была пара, Калити должен пройти, собственно, Чикотта. Не самая простая задача. Мы уже по ходу сезона в этом убедились. Да уж. Четыре человека пока по-прежнему не останавливались. Это первая тройка. Эванс, Дельман, Чикотта. И это пилот, который идет следом за ними недалеко. Идет сейчас на шестом уже месте после пистопа Кои Кобса. Это Фабрицио Крестани. Человек, который пусть и 25 лет, пусть и опытный довольно пилот. Но здесь он дебютирует по ходу этого сезона в Гран-при 2. Заменил он Кевина Джавези. Молодого парня, который проехал автогран-при. Выиграл гонку. Затем был дисквалифицирован как раз за непопадание в окно пистопов. Но это было связано и с тем, в каком месте питлейна была расположена линия отсечки. Очень обидная история. Ну, думал Джавези, раз уж он так хорошо потренировался, то есть здесь он супер выстрелит в итоге. А вот то ли проблемы с бюджетом, то ли со здоровьем. Так толком чуть-чуть начала темнить команда. И толком это не стало понятно и известно. Но так или иначе, но вот в этом коллективе Венесуэла Лазарус вместе с Рене Биндером дебютировал Фабрицио Крестани. И играл очень достойно. Сэмберт вырвавшись из вот этих тисков трафика. 1,44, 947. Последний его круг. Отличное время. Перед ним Дельман 1,45, 982. Здесь сражение двух моногасков. Смотрите, Рикельми после своего пидстопа догнал. Калитит, он слишком много атаковал на этой резине, чтобы догнать в свою очередь. А круговое эхо оба позади абсолютно неустувчивого Чикотта. Поэтому здесь может быть очень и очень жарко. И я бы только, знаете, хотел сказать, когда вы сказали про Эванса, что уже быстрее поехал Бёрд, что вот в этот момент стратегически Ардену и надо уже зазывать Эванса. Потому что теперь ситбаланс будет в обратную сторону. И точно, как только они дождались круга, когда Бёрд поехал быстрее, они тут же зазывают Митча в надежде, что он вернется впереди. Сейчас важнейший момент. Нам правильно режиссер показывает эту борьбу, потому что эта борьба практически на грани подиума. Но вот и этот момент очень-очень важен. Митча Эванс, пилота команды Арден, который выезжает на питлейн. И где-то там у нас сейчас Сэм Бёрд. Где-то там Сэм Бёрд. Там Дельман проносится, но Дельман еще ждет один питстоп. А вот Сэм Бёрд. Да, он проехал. И я думаю, что все-таки он впереди. Да, он впереди. Все впереди. И вот эта группа следом за ним. А вот в эту группу вливается. Причем впереди нее. Практически все правильно сделали в Ардене. Практически все правильно. И сейчас будет борьба. В этот момент чуть не было контакта между коллективом и Чикотто. Коллектив по внешнему. По внешнему, но очень легко будет ошибиться сейчас в Эндре. Там надо быть аккуратнее с Эвансом, потому что не прогрета еще резина. Ох, бок о бок. Бок о бок будет у них торможение. После прямой Веллинтон. Следом за ними Чикотто. Рикельми пытается в Брукландс. По внешне и проезжает. Проезжает, по крайней мере, один Арден. Будет пробовать атаковать здесь в Лайфилде, конечно, и Митч Эванса. Но Эванс, в свою очередь, резину-то уже, наверное, вот за эти полкруга прогрел. И к тому же чуть-чуть ошибается в Гудкуте. Сейчас Стефано Калетти. Но нет, Эвансу не хватило скорости. Рикельми пытается пройти. Завозит его практически в стену. Митч Эванс. Рикельми пробует теперь по внешне в Коупс. Какая красивая борьба. Бок о бок и следом не сказал последнего слова Чикотто. Видели он не так и далеко. В этот момент Куэвхопс лучший круг. Потенциально на два очка. Но для этого ему нужно отыграть 12 позиций за оставшиеся 13 кругов. Финишировать в первой десятке. Это, конечно, практически миссия невыполнимая для британца. А в этой группе мы видим, к ним уже подъехали и Леймер, и по-прежнему держащийся здесь Крестани. Крестани восьмой. Крестани не останавливался. Понятно, что когда он остановится, он выбудет из очковой зоны. Но продлевает команда максимально вот этот момент славы для него. Вот повтор этого момента после того, как Эванс покинул боксы. Еще на непрогретой резине был значительно медленнее, чем его преследователи. И вот здесь коллектив буквально зажатый. Между ними прорывался. Пусть не был бидстоп у Эванса. Но смотрите, он после 16 круга останавливался. И все бы здорово, но он превысил скорость на петлении. Вот она молодость. Ай-яй-яй. Насар второй пидстоп. Насар второй пидстоп. И вот это достаточно неожиданный момент. Мы видели, что он терял скорость. Мы видели, что Палмер к нему подъехал и его атаковал. Но может быть это было не случайно. Может быть был медленный прокол или что-то с механической точки зрения. Но для Насара вот эта серия блестящих финишей, где каждый раз он набирал там в среднем по 12 очков. Как долго мы шутили в первых восьминтонках этого сезона. Иногда чуть больше. Но на этот раз серия явно прервется. Потому что после второго пидстопа он выезжает только на 20-й позиции. Филиппе Насар. Теперь смотрите здесь. Красиво коллетти. И Митч Эванс в новой вот этой медленной секции. Вилледж, луп и выход в эйнтри. Минивались позициями. Палмер торможение внутри. Еще одна английская камера у нас здесь по ходу уикенда Гран-при 2. Продолжает отыгрывать позиции. А здесь Ланкастер разворачивает коллада. Вот так. Вот два англичанина. Ланкастер это как раз тот англичанин, который не получил здесь камеру на машины. А жаль. Вот с этого ракурса было бы интересно посмотреть. Но посмотрите. Он даже не сломал, закрыл крыла. Мне показалось, что маневр в духе Росси сегодня. Мы видели уже такой же разворот. Вот. Эванс тоже самое. То же самое. Причем такое же наказание, жесточайшее, как было у Де Йонга. 10 секунд стоп-н-гоу. Так что... Откатится он, как и Де Йонг, очень далеко. Тот 23-м сейчас идет. Так что вся вот эта борьба... Насар сошел, да. Были проблемы. Как он расстроен. Он уже был на втором месте в чемпионате. Да, далековато. 96 на 120 относительно коллектива. Знаете, все могло пойти. У нас две гонки на выходные. Если бы у Стефана все пошло криво, а наоборот у Филиппе все здорово пошло. Или как его настоящее имя? Луис. Его первое имя Луис, да. И так уж повелось в команде, что называли его вторым именем. Ливанские корни. У него дедушка, отец отца. Был из Ливана. Именно поэтому у него арабской вязью написано рядом с бразильским флажком на боковой кокпите. Ну, будет расследоваться то, что было между Каладой и Ланкастером. Тоже за спровоцированное столкновение. Скорее, это в адрес Ланкастера, я думаю. Здесь два Манагаска продолжают сражение. Рекельмия никак не удается пока проехать. После того, как вот Эванса наказали, эта борьба будет уже за третье место. Больше того, рано или поздно Дельману надо будет останавливаться. Поэтому позади Берда он точно останется. А вот и вот сейчас Дельман после 18-го круга дистанции. Практически дольше всех, если не брать кого? Чикотта, потому что Кристани даже тоже остановился. Сегодня прямо прислушиваются к вам команды. Алексей уж, наверное, подключен здесь комментаторский канал к командам. Ну, конечно, я шучу. А очень мало кто вообще комментирует Гран-при 2. У нас все коллеги были... О, здесь атака Рекельми на коллективе на оттянутом торможении. Очень красивая борьба продолжается после Вилла Джелоб. Очень здорово. Очень красивая борьба. Нет, это был Вейл. Это был Вейл. И Клаб, и выход на финишную черту. Мимо комплекса Винг. И вот скоростной поворот Эбби. Раньше был левым и теперь стал правым очень скоростным. Причем в первый год там была кочка очень серьезная. Вот, смотрите, те самые 10 секунд отсчитывают. Сейчас скрипя сердце в команде Орден. Так здорово с тактикой все сделали. Чуть ли в лидеры его не вывели. Но уж, по крайней мере, за второе место, чтобы он поборолся с этой плотной группой машин. Но, увы, превысил скорость на петлейне. Его ли это вина или так было изначально? Вот в этой борьбе Рикельми с Калетип, Рикельми пока впереди. И надо сказать, что вот как раз момент обгона, который мы сначала пропустили из-за пидстопа, в смысле из-за штрафа, извините. На 18-м круге Том Дельман у нас остановился. А после 19-го на свой штраф Митч Эванс. Эванс, который до этого на 16-м останавливался. То есть, тремя кругами спустя пришлось заново вернуться на петлейн. Все было испорчено. Нам показывают Ланкастера, скорее всего, потому что все-таки такое не обойдется без наказания. Такие маневры. Что касается Рикельми, то вообще потрясающая для него гонка. Потому что проиграл он в квалификации снова Эриксону, своему партнеру по Дамсу. И где сейчас Эриксон в итоге? Он даже вне очковой зоны на 17-м месте идет. Так что в гонках все гораздо лучше складывается у Монегаска. Смотрите, Ланкастер продолжает рвать и метать. Будет ли наказание по нему, может быть, после гонки. Но так или иначе, сейчас Чикотто здесь и сейчас он проходит. Но у Чикотто, я напоминаю, да, и вот он это делает. Потому что он ни разу не останавливался. Резина, пусть даже мы видели оранжевые ободки, стартовал он на более жестком типе. Но она изношена совершеннейшим образом. И сопротивляться ему было очень и очень тяжело. Так что вот ровно после 20-го круга дистанции, наконец, Джонни Чикотто останавливается в боксах. А тем временем Фриайнс, нет, не Фриайнс, это Ланкастер. Это повтор, да, повтор обгона. Таким образом, мы еще раз все у нас побывали на Питлейне. Митч Эванс несколько раз, потому что, собственно, отбыл он наказание и откатился в 20-ку. Даже, знаете, третий раз он сейчас останавливается. Может быть, это сход с дистанцией, команда решает тактически просто. Там, в принципе, за каждое место здесь как раз есть борьба. Вот здесь есть минус, в отличие от мировой серии, мы говорили. Но есть и какой-то плюс. То, что здесь надо бороться до самого последнего. Потому что это фактически сейчас идет для тех, кто вне очковой зоны, квалификация, если хотите, на завтрашнюю гонку. Идет квалификация за место на решетке. Да, ты не в очках, но ты можешь быть не в очках 11-м стартовать, а ты можешь остановиться и присоединиться к Насру и Чикону в районе 25-го места. Как вы понимаете, а завтра короткая гонка. Завтра 21 круг, а не 29. То есть практически на треть. Короче, и поэтому, в общем, не стоит пренебрегать вот этими стартовыми позициями. Нам ведут здесь Ляймер относительно Калити. И вот видно здесь уже зрительно, видно, что Калити, он сейчас на третьем месте идет, что Ляймер к нему приближается. Там три десятых всего остается между ними. И круг от круга отыгрывал Фабио. И пробует Том Дельман вот с этой надписью «Сочи-2014» веселыми разноцветными буквами. И проходит? И проходит. Проходит Палмера. Дельман гораздо позже останавливался. Палмера это был девятый круг, напомню. На десять кругов позже. И лучший круг при этом ставит 1.43.191. Очень здорово. Очень здорово. Потому что вот это потенциально лучший круг, за который можно получить еще два очка. Он в первой десятке. Очень жалко, вы знаете, еще может быть несколько кругов, но также, наверное, у него уже начал падать темп. Команде виднее, потому что он очень близко выехал позади этой группы. Еще чуть-чуть, и он мог бы выехать и впереди нее. Но так или иначе, по крайней мере, вот с Палмером он уже разобрался. Ляймер сам быстрый, вы говорили, он догоняет Калити. Просто Калити очень рано тоже останавливался. Шестой круг, друзья мои, шестой круг. Поэтому Ляймер это был восьмой. Поэтому здесь Дельман, конечно, имеет огромное преимущество. Кроме того, в отличие от своего партнера, который перешел на, вы видели, жесткий тип, да, и Сэмберт сейчас лидирует и, к счастью, оторвался от Рекельмиаш на 6 с половиной секунд на жестком типе резины. Но, если говорить о Дельмане, то он на мягком. Ну, как мягком, более мягком из двух, скажем так. Это белые ободки, это медиум. У Леймера мы видели оранжевая резина, хард, но он и продержался аж на 10 лишних кругов. А эта трасса очень абразивная, эта трасса с чудовищными боковыми перегрузками в поворотах. Поэтому здесь нагрузка на резину очень и очень серьезная. И я думаю, что сейчас, если не будет спешить, как это было в Барселоне тогда, но тогда он помог Алонсу, даже мы помним, тот похвалил не его конкретно, но вот эти маневры в третьем повороте по внешне. И здесь, смотрите, как легко и уверенно. Как легко и уверенно. Еще одно место отыграно для Адельмана. Леймер остался позади. И впереди, как раз большая тройка, впереди подиум. Это Берда, Рикельми и Калити. Причем я вам скажу так. Что касается Берда, конечно, это далеко. Но до Калити 70-х. И вот здесь зрительно даже видно, насколько близко, собственно, Стефана. До Рикельми 4 секунды примерно. Рикельми сам достаточно поздно останавливался. Все-таки это был 13-й круг. Но Рикельми в очень хорошем темпе идет. 1,44,6 его последний круг. У Берда 1,44,9. У Дельмана 1,44,4. Это обгоняем. Это обгоняем. Он может потенциально сейчас идти быстрее. Рано или поздно этот медиум его тоже поплывет, естественно. Но сейчас главное пройти. Главное пройти. Калити. Пройти Калити. 7 кругов у него на то, чтобы пройти Калити. Практически стихотворение. Но нужно заметить, что Стефана рисковать не будет. Вот это тот самый момент, который Перес думал про, мы помним, Райканина в Монако, когда атаковал его на выходе из туннеля. То есть хотите сказать, что это очень опасно. Ну, Стефана борется за чемпионат. Том сейчас за чемпионат не борется, поэтому... Куэйв Копс начинает второй прорыв уже из последних рядов Пелетона. За 15 место атаковал он Джейка Розенцвейга. Розенцвейг даже там ошибся и тормозил уже на гравий. Вот, смотрите. Все-таки перед Копсом снял ногу Эдриан. Но и Джейк очень широко ушел на выходе. Это как раз вот повтор вот этого момента от атаки. А здесь... Нет, пока не проходит в Брукланд в первый раз, но можно попробовать. Перекрестить не получится. Лаффилтера раскручивается. Опять я Вейл и Клаб спутал с этим местом. Смотрите, практически идентичная у нас возникла здесь зона. Лучший круг у нас поставил Мич Эванс. 1.41.832, но это далеко. И, скорее всего, очки-то за это вряд ли дадут, потому что не поднимется он, я думаю, на 10 позиций за оставшиеся 6 кругов. Я вам скажу так. Вот иногда бывало в том же Куала-Лумпуре, например, и лучший круг показал Сэмберт, и бонус за него получил. А это в первой гонке. А вот во второй лучший круг был у Бертона, но бонус получил Кулетти. Опять у Бертона было во второй гонке в Бахрейне, а бонус получил Бёрд. Там же в Бахрейне в первой гонке Леаль показал лучший круг, но Чикотта получил 2 очка. То же самое в Барселоне. Трюмер показал лучший круг, но Ланкастер получил очки. Там же Дельман показал лучший круг, но Кулетти получил очки. Бёрд и Канамасас вместо него. Вернее, Канамасас и Кулетти, и Бёрд и Кулетти. Так что, в общем, у нас, если не считать одного единственного случая из семи гонок, как ни странно, то практически всегда лучший круг ставит не тот, кто в итоге пофиниширует в десятку. Так что надо следить здесь за соблюдением правил, когда человек показывает лучший круг. Потрясающе было, конечно, повтор. Вот здесь в последней связке вот этот Вейл и Клаб, как раз борьбы между Калити и Дельманом. В какой-то момент был даже впереди Тон Дельман, но перекрестил очень грамотно Степана. Но это работает на реке Льми, потому что 4,8 уже отставание, разница между двумя Манагасками. Сейчас лучше гораздо был выход и на торможение. Нет, опять не проходит этот момент. На внутреннюю траекторию ныряет сейчас. Вообще вот говорили, что самый обгонный здесь поворот это стов. Тогда как, собственно, здесь они начинают стов. Да, на выходе из него начинается этот маневр. Но не они. Это вот именно конкретно за счет, может быть, вот этой более мягкой резины, менее изношенной. Лично вот у конкретно Тома получается выйти в этот момент быстрее, чем у Степана из этого момента. Плюс по-разному все-таки Рапаксы и Русское время настраивают свои машины. Естественно, у Русского времени были большие проблемы с тем, чтобы понять функционирование медиума. Но затем все-таки перевезли в Европу на свою базу в Ашерслебене, в Моторпарк Академии. И там вот постепенно смогли подогнать машины под эти стандарты. Сэм лидирует. Чуть-чуть к нему Рикельми приблизился, но на 0,3 секунды всего и 5,2. Между ними пока можно не переживать. Рикельми к лети 5,4. Во-первых, Рикельми хорошо едет. Во-вторых, к лети в борьбе связан. Он сейчас как раз с Дельманом и, естественно, потихоньку отстает Ляймер, следом за ними. Там и Палмер, Ланкастер и Хорианта, Леаль и Фрянс, которые по-прежнему входят в десятку. Казалось бы, да, у Робина столько было злых ключений по ходу этой гонки. Начало быстрый прорыв, затем какие-то проблемы. И мы уже думали, что вот пойдет по сценарию, когда он дебютировал. Вы помните, в Бахрейне нет ничего подобного. Ничего подобного. И он держится пока в первой десятке. Следом за ним Росси, по которому еще будет какое-то расследование. Но там Николада, Эриксон, Квейп Копс, Бертон, Розенцвейк, Апт, Виндер, Чикотта лишь на девятнадцатой позиции. Дальше Кристани. Вот, пожалуйста, долго ехал в лидерах, но, наверное, слишком долго для своей резины. В итоге откатился аж на двадцатое место. Пробует атаковать сейчас Чикотта. Так что борьба между ними, которая была в первой десятке. Сейчас в начале практически третьей десятки у нас кипит. Ну и дальше Де Йонг, Кадамаса, Стрюмер, который в очередной раз остановился в боксах. И двое сошедших Насар с Чиконом. За четыре круга до финиша продолжается здесь борьба за подиум. За третье место между Дельманом и Клети не сдается здесь Француз. Ох, как здорово! Вот сейчас практически до контакта Француз и Монегаск. На пять на счет лучшего выхода, за счет лучшего разгона. Болит Рапакса остается впереди. Мы видели начало зоны ДРС, но это касается лишь машин Формулы 1. Здесь в Веллинтоне нет никакого ДРС для Гран-Бри 2. Обгонять нужно за счет лучшего выхода, за счет лучшего разгона. Там и Лямер, кстати, уже совсем рядом. Секунда до Дельмана. И видно вот здесь зрительно, как он уже близко. А на фоне было видно на дальнем плане, что Ламкастер с Палмером там тоже боролись. Три десятых всего между двумя англичанами. Короткая прямая мимо их боксов, там, где они находятся. И затем ныряют в Коупс. Сейчас, я думаю, что и у Дельмана уже поплыла резина. Хоть и на 10 кругов она более свежая, чем у Калетти. Но резина более мягкого типа. И плюс очень много сил он отдавал сейчас борьбе. Видев желтую машину, медленно ползающую впереди. Подумал, что у Рикельми случились какие-то проблемы. Но нет. Просто вот отсюда решили начать повтор. В Стоуф очередная атака. Вот в очередной раз, да, он лучше выходит из Стоу. В очередной раз Вейл пробует это тормозить по внешней траектории. Не проходит у Тома раз за разом этот маневр. Ну, надо сказать, железные. Абсолютно нервы что у одного, что у другого. Потому что мы видим достаточно жесткая борьба. И, к счастью, пока нет никаких столкновений. Мне не нравится момент, я вам честно скажу, последней покруговки. 44,7 у Берда, 44,1 у Рикельми. Между ними меньше четырех. Уже 3,9. 3,9. Я помню, запомню, наверное, навсегда эти барселонские ощущения. Я здесь, смотрите, но широко, слишком широко вышел. Пробовал перекрестить и Леймер едва действительно не сунулся внутрь. Красиво на прямой Веллинтон. И сейчас у меня такое ощущение, что Фабио очень близок, очень близок к воздушном мешке Тома. Не проходит пока этот маневр. Я еще раз повторюсь, здесь после перестройки трассы Брукланд стал быстрее. Под другим углом в него попадают пилоты, чем раньше. За счет этого, может быть, не так легкие там обгоны теперь. Лапфилд и Вудкот совершенно не изменились. Бывшая последняя связка поворотов. И вот там был заезд на питлейн. И здесь, собственно, старая стартовая прямая. Я что, начал говорить? Про Барселону? Нет, про Бахрэнни. Я имел в виду во второй гонке, когда Сэм выиграл, но также догонял его Наср. Догонял, догонял, догонял. И на финише там какие-то тысячные доли секунды буквально их разделили в итоге. И вот как бы не вышло сейчас так же. Потому что, с одной стороны, кругов мало. Но если у Сэма резина начнет сдавать раньше, и плюс она у него жесткая, она медленнее. Он на седьмом круге останавливался. В то время как Рикельми, не будем забывать, на тринадцатом. Так что разница достаточно приличная. В целых шесть кругов между двумя лидерами. Ух ты, там мне показалось, с теми четырьмя колесами был вне, собственно, асфальта Стефана Калити. Но вернулся все равно впереди Дельмана. Дельмана, который снова его пытался атаковать с надписью «Катюша» на своем болиде по-русски. Да, назвал он ее «Катюшей». И эта «Катюша» борется за подиум сейчас. Пока Том Дельман победитель в прошлом году гонок, но затем закончился бюджет. Тяжелая была для него ситуация. И вот команда Игоря Мазепы пришла ему на помощь. Он тренирует пилотов, включая как раз Арсения Артема Маркелова. Одного из трех пилотов этого «Лотуса» «Моторпарк» в немецкой «Формуле-3». Они регулярно финишируют, все втроем на подиуме. По многому благодаря Дельману, да. Два круга у нас всего остается до финиша. И 2,8 секунд между Бёрдом и Рикельмией. И вот эта острейшая борьба между Калити и Дельманом. Пугает меня то, что там Ляймер совсем близко. И, в общем, ждет свой час, я бы сказала. Ляймер у нас сейчас... Ляймер остановился на восьмом круге. И ему также практически тяжело сейчас в этой группе. То есть, хотите сказать, не будет он пытаться атаковать? Нет, это зависит от того, как он сберег резину. Потому что Ляймер тоже был в борьбе. Ляймер тоже прикладывал определенные усилия к тому, чтобы прорваться. Ланкастер меня здесь больше всего пугает. По нему тоже будет расследование, если вы помните. Но я не знаю, знает ли он это, сказала ли ему эта команда. Интересно. Будет посмотреть на действия Палмера. В этой же группе мы видим болид МП. Но это болид отстающего на круг Де Йонга. Ух, блокирует сейчас и очень широко. Да, можно попробовать этим воспользоваться. И делает это и Том Дельман. Но не делает этого Фабио Ляймер. К нему близки как раз. Ланкастер, я не знаю, Де Йонг чем там занимается. Он выходит так, чтобы будет атаковать сейчас. Он в курсе просто, что он на круг отстает или нет? Вот в чем проблема. Если честно, помните вот эти истории между Эртоном Сеном и Дейрвайном? Ты не должен меня атаковать. Нет, почему? Если я быстрее в этот момент, я атакую. Вот Де Йонг сейчас занимается этим самым. До столкновения провозит буквально Ляймер здесь Калити. За круг до финиша он останавливается. Машина сломана. Мы видели по прямой она протащила. И таким образом Насар сошел. Но Насар ничего не теряет относительно Калити. Здесь атака Ланкастера на Ляймера. Ляймер тоже может быть наказан, кстати, за это столкновение. Как и Ланкастер до этого. У него было столкновение с Пейфхопсом или Скаладо. Скаладо, по-моему. Здесь Де Йонг отстает на круг. Я не знаю, видел его Ланкастер или нет на внешней стороне. Вот у кого резина-то совершенно свежая. Он столько раз бывал в боксах, что вполне мог поставить свежую. Вообще абсолютно бессмысленные маневры, конечно, со стороны Де Йонг. Он гонщик. Он видит соперников. Он борется с ними. Очень интересный и красивый автодром. Потом, напоминаем, что он был изначально на свободных заездах под дождем очень быстро. Потом не повезло. Вот представляете себе сейчас вообще ощущение Калити, если за два круга до финиша он шел на подиум потенциальный, на третьем месте. Ляймер Калити будет расследованный, естественно. Ну, собственно, здесь Ляймер, мне кажется, абсолютно... Теперь давайте представим себе. На третье место у нас сейчас выходит, если представить, что Ляймер накажут, если Ланкастера накажут, то Палмер, дальше Кориан, Талиали. И победа! Третья победа в этом году русского времени. И Сэма Бёрда. Он тормозит здесь перед трибунами, перед своими механиками, перед всем коллективом этой команды. И радуется Рикельми. Собственно, обрамляет Степана Рикельми и Дельман. И команда «Русское время» в войной подиуме. Войной подиум, друзья мои, это очень-очень здорово. А там борьба продолжалась с круговыми до последнего момента. Вы знаете, что интересно? Смотрите, коллектив было 120 очков, очень много, но он не набирает. Он не набирает сегодня. А был шанс, был очень хороший шанс. У Насра было, да, 96, но он не набирает. А на третьем месте был кто? Сэм Бёрд, 58 очков. Значит, сейчас 83. 83. И у кого лучший круг? У Дельмана, по-моему, да, так и остался. Ну, там посмотрим по правилам, но вполне возможно, что осталось. Давайте из первой десятки. Остальные нас сейчас не интересуют. 1,44, проехая. 44,8 у Калада. 44,556 у Дельмана. Да, всё. Дельман, Дельман. Так что Дельман ещё 2 очка, на самом деле. У Дельмана было не так много. У него в общей сложности было 22. Не везло очень много ему по ходу сезона. Но сегодня 15 разом, так что 37. И ещё 2. У него будет 39. Так что Чикотто он опередил, Квейв Хоббса он опередил, Росси он опередил, Чикона он опередил. И нет, ну Палмера нет, потому что Палмер тоже набирает много очков. Ну вот смотрите, Дельман как много разом очков. Вот повтор этого момента с Калети. Сначала он нашибся, его проехал Дельман, потом он возвращался на траекторию. И в этот момент его Лаймер с заблокированными колёсами, кстати. С ударом ещё будете. Да, с ударом. Знаете, я вам скажу такую вещь. Смотрите, лидеры 120, 96 и 83 у Бёрда. Так что поборется ещё, Сэм. Поборется за титул точно так же, как в прошлом году в мировой серии. Он боролся за титул с Фрянцем, с Бьянки, с Дакоштой. Бьянки в Формуле-1, Фрянц здесь в Гран-при 2, Дакошта в мировой серии по-прежнему. Ну а Сэм, Бёрд вот так. Команда, друзья мои. Да, это бывший айспорт, но ещё раз повторимся. Без всякого опыта. Практически брошенная большинством инженеров и всеми механиками. Команда, которая получила без тестов фактически вот так болиды. Непосредственно на тестовом автодроме. Не смогла их настроить на своей базе. Потом болиды сразу уехали в турне в Малайзию и Бахрейн. И вернулись из этого турне уже с победой в Бахрейне. В Европе ещё больше. Победа в Монако. В первой гонке, не во второй. Без всякой перевёрнутой решётки. И здесь опять-таки первая гонка. Квалификация на первом ряду. И уверенная победа Сэма Горда. На финише в итоге 2,4. С большим запасом относительно Рикельми. Дельман у нас в 12 секундах позади. Дополняет подиум. Дальше Лемер и Ланкастер. Но оба под расследованием. Палмер и Хориэнте. Лиаль и Акалада. И в итоге Росси замыкает очковую зону. Фрианца несколько человек сразу прошли на последних кругах. На 11 месте у нас финиширует следом за очковой зоной Маркус Эриксон. Эдриан Квейв Хоббс после всех своих злых включений вслед за, собственно, Эриксоном на 12 месте. Фрианц в итоге только 13-й. На этот раз без очков. Джейк Розенцвейк. Видели мы там его борьбу и ошибки на 14 месте. Он впереди Даниля Апта. Дальше следом за ними Рене Биндер и Джонни Чикотта. В итоге Чикотта только 17-й. А как долго боролся впереди. Фабрицио Кристани наш опытный дебютант на 18-м месте вместе с Мичем Эвансом. 18-е и 19-е места. Эванс в какой-то момент лидировал в этой гонке. Затем за счет стратегии мог бы побороться за подиум. Но превышение скорости. Потом еще один пидстоп. И в итоге лишь 19-й. Опережает он по большому счету Бертона и Калити, который классифицирован с отставанием в один круг. Даниэль Де Йонг в исполнении которого мы видели борьбу. Несмотря на то, что это было не за позицию. Тоже с отставанием в один круг на 22-м месте. Вместе с Канамасасом, который на 23-м месте финишировал. Затем Симон Трюмер, 24-й и двое сошедших. Филиппе Нассар и Кевин Чикон. Кстати, хотелось бы отметить, что для английских трибун это тоже праздник. Не только для нас, собственно, не только для команды «Русское время», но и Сэм Берт, собственно, один из англичан. Так что вот сегодня у англичан действительно праздник. Потому что пол в «Формуле-1». Посмотрим, превратится ли он в победу завтра. И уже первая победа здесь в Грам-при-2. Лишен он, к сожалению, вот этой возможности провести тесты новичков трехдневные за команду «Мерседес». Команда «Мерседес», которая в полном составе, его партнеры и Ливис Кэмильтон. И вот Игорь Мазепа как раз три победы он показывает. Там же Тима Рубкель, мы видели технический директор этой команды, который и сам пилотирует. Вот на 24-х часах Нюрнбурга в гонке поддержки суперкубка «Порше». Он тоже ехал почти без особых успехов. Ну а его подопечные очень и очень успешные. На первом ряду стартового поля завтра в «Формуле-1». Два болида «Мерседеса», мы уже говорили, Льюис Кэмильтон и Ника Росберг. Ну а третий пилот этой команды Сэм Бёрд сделал максимум в гонке Гран-при-2. Он победил. И больше того, поскольку не повезло одновременно настройку летти, то он разом сократил, очень серьезно сократил свое отставание в чемпионате. Итак, порадуемся еще раз победе Бёрда. Порадуемся еще раз двойному подиуму, включая Тома Дельмана. И браво сегодня второму пилоту команды «Дамса» Стефана Рикельми, который, несмотря на все поулы Эриксона, все больше и больше становится, по сути, первым пилотом по результатам этой команды. Спасибо вам большое за внимание. Продолжайте любить автоспорт. Спасибо, что в такой поздний или уже ранний час в записи смотрите эту трансляцию. Для вас работали с огромным удовольствием, будут продолжать работать и впредь. Наталья Фабричнова. И Алексей Попов. Всего доброго.